Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Учитесь у меня техническому анализу. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. На, это мой аккаунт Bybit. Рынки где? Где графики? Это мой watchlist. Вот он. Те монеты, которыми я торгую на Bybit. И проекты, в которые я инвестировал, как ранний инвестор. Google, Meta, Tesla. Чуток подросли. Эфириум, чуток ушел вниз. Биткоин тоже. 57,460. Открываем недельный таймфрейм. Начинаем именно с него. Стохастик находится в перепроданности. На таких значениях, на которых он был в прошлый раз, когда? Ниже ушел, чем в сентябре прошлого года. А на таких значениях он был. Последний раз в ноябре 22-го. Тогда биткоин стоил 15 тысяч. Коррекция ABC уже закончилась. И теперь начинаются новые волны эллиота. Первый импульс. Ну, на мой взгляд. Криптогурбот держит сигнал на покупку. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Этот сигнал он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Этого бота тоже можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Опускаемся теперь на дневной. Симметричный треугольник. Вышли из него вверх, ровно так, как я и предсказывал. И смотрите, заходят торговые объемы. Теперь четырехчасовой. И здесь вы видите, во вчерашнем видосе я об этом говорил. Я предсказывал симметричный треугольник. Давление, давление. И выходим вверх. Действительно вышли. Поднялись на 59. Максимум тут был 59471. А затем биткоин развернулся. В то же время я бы держал эту торговую идею, которую я раньше дал. Зайти на 55850. Стоп-лосс на 55492. Или даже нет, не так. Биткоин-то вышел вверх из этого треугольника. И пошел на ретест. И оттолкнулся уже на хороших объемах. Поэтому можно зайти в лонг на этом отскоке. На поддержке. Цена входа 56.675. Стоп-лосс на 56.513. И тейк-профит на 62.900. Это месячное сопротивление. Риск 162 доллара. Заработать можно 6200. Это в расчете на один биткоин без плеча. То есть стоп-лосс это сколько рисков вы готовы принять. В данном случае риск составляет 162 доллара. А если биткоин пойдет в нашу сторону, то тейк-профит стоит на 62.936. И я заработаю 6260 долларов. Это такой более рискованный вариант. Зайти в биткоин. А более безопасно и по-прежнему 52 тысячи. Но теперь я уже не думаю, что биткоин опустится на 52. Почему? Потому что вчера правительство Германии снова продавало биткоины. Там продали на миллиард. А цена на самом деле поднималась. У них было биткоинов на 3 миллиарда. На 1 миллиард они продали 4 июля, что вызвало падение на рынке. Вчера тоже продали на 1 миллиард. И осталось у них еще на 1 миллиард биткоинов. Это очень интересно. В общем, такие торговые идеи на биткоине. И дальше посмотрим еще на эфириум. А тут две торговые идеи. На 52 зайти и на 56. Вот они. И конечно же про стоп-лоссы не забывайте. Объясняю, если непонятно. Серая метка справа – это цена, по которой мы заходим в сделку. 56.675. Это вы ставите лимитный ордер. Красная – это стоп-лосс. И зеленая вверху – это тейк-профит на 62.936 долларов. И пока что напоминаю, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь в теханализу. Обязательно пройдите все три курса. Законы денег, криптокурсы, курсы по фондовому рынку. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Теперь посмотрим на мой торговый аккаунт на Bybit. Сделочка по биткоину в минусе на 8700 долларов. Вчера практически уже вышел в ноль по этой сделке. И это было хорошо. Но сегодня снова минус 9000 почти. Размер этой позиции 267 тысяч. На балансе у меня 525 тысяч. Опускался на 513. Вчера была 530. Сегодня 525. Пока что. USDT у меня на 193 тысячи. Биткоин на 73200. MCRT на 7100. Uniswap на 44400. Доджкоин на 40200. Ворлдкоин на 35100. И Покет на 8900 долларов. Я думаю поставить заявку на Покете по 3 цента. На 5000 долларов давайте зайдем. Если будет такое падение. Может быть биткоин прольется и альткоины вслед за ним. Тогда подберем Покет по дешевке. И теперь давайте проведем теханализ эфира быстро. Эфириум где эфириум. Или на самом деле давайте комментарии почитаем. Может быть там что интересное запрашивают. Каким инструментом можно покупать токены автоматически? На Bybit вы можете установить покупку активов по расписанию. По стратегии DCA. Я пропустил Теслу. Кто-то пишет. А я заработал на Теслу уже 83%. Но если покупать, то сейчас я бы пожалуй Теслу не брал уже. Потому что Тесла на сопротивлении. И лучше подождать коррекции. Может ли быть еще падение? Вряд ли. Потому что германское правительство вчера продавало биткоины. А цена удержалась. Чувак, у тебя какие-то неправильные расчеты по рискам и прибыли. Невозможно рисковать 350 долларов, а заработать 7500. Без плеча. Это просто невозможно. Давай я еще раз объясню. Например. Вот в этой сделке. Соотношение риск-прибыль 38.55. Риск 162 доллара. А заработать можно 6260 долларов. Как такое может быть? Да потому что это расчеты на один биткоин. Если я зайду на один биткоин, то я потеряю всего 162 доллара. Если цена пойдет против меня. И упадет на 56.513. А если биткоин пойдет вверх к моему тейк профиту. Тогда я заработаю 6260 долларов. Это опять же в расчете на один биткоин. А если с десятым плечом я буду торговать. Тогда я заработаю 62 тысячи долларов. Вот как это работает. Да, это интересно. Продажа битка на один миллиард почти ничего не сдвинуло. Но так и я о чем? Правительство Германии продало биткоинов на один миллиард. И вчера это практически никак не повлияло на цену. А разве все не движется одновременно с биткоином? Как биткоин может пойти на 63 тысячи, а Солана обновить хайм? Да. Все дело в том, что биткоину нужно стабилизироваться. Ему не нужно улетать вверх для того, чтобы альткоины начали расти. Запомните. Я уже годы об этом говорю. Когда биткоин растет, альткоины падают. Когда биткоин падает, альткоины тоже падают. Когда биткоин заходит в боковик, альткоины растут. Запомните. Когда биткоин идет вверх, альткоины идут вниз. Когда биткоин идет вниз, альткоины идут вниз. Когда биткоин в боковике, когда на рынке нет паники, альткоины растут. Имейте это в виду. С чего ты взял, что биткоин будет расти, когда германское правительство продает его мешками? На вчера они продали биткоина на один миллиард. А цена почти не сдвинулась. Поэтому рынок начинает поглощать эти продажи. Все нормально там. Ну и на этом, пожалуй, с комментариями закончим. Не забывайте присоединяться к моему телеграмму. Здесь постоянно кто-то есть онлайн и есть с кем пообщаться. Говорят о рынке, трейдинге, о футболе тоже, я смотрю, говорят. Цели по биткоину. В общем, присоединяйтесь. Ну и теперь давайте быстро посмотрим все-таки на эфириум. 3089 долларов. Есть у меня уже две торговые идеи. Я бы их и держал. А, смотрите. Активировалась вчерашняя там? Или нет? Подождите. Да не, не активировалась. В общем, вот эти две торговые идеи. Зайти на 2800 и на 2200. Это что касается эфира. Один вариант более рискованный. Это поддержка на 2800. И если пробивает эфир эту поддержку, то тогда опускается на годовую. Это будет ниже на 2280. Вот такие две торговые идеи. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один – это биржи. Также проходите мои курсы. Обязательно все пройдите. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Я тысячам людей помог стать мультимиллионерами. Смотрите. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов, благодаря видосам Джеймса. У тебя потрясающие курсы. Я уже заработал полмиллиона и покупаю виллу. Дальше. Я заработал 20 тысяч в этом году и собираюсь заработать еще больше. И вы видите, сколько комментариев. Очень много. Заработал 122 тысячи. Сделал практически 2 икса. Прекрасно. В общем, смотрите, сколько комментариев. Очень много. Десятки, сотни. Тысячи мультимиллионеров. Это моя и задача такая. Хочу, чтобы вы научились зарабатывать и стали миллионерами. Привет, тебе из Швеции. Купил Феррари 430. На те деньги, которые я заработал, пока смотрел твой канал. Всем своим друзьям буду о тебе рассказывать. И много-много людей пишут. Ну вот еще, смотрите. Купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже отбил все бабки и приобрел Харли Дэвидсон. Мне нравится, когда люди покупают себе такое. Но не забывайте также отдавать и на благотворительность. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Смотрите мои видосы, учитесь. Специально для вас записываю бесплатно уже 4 года. Обязательно пройдите курсы перед тем, как начнете торговать. И обязательно сохраняйте свой капитал. Извлекайте уроки из своих ошибок, из своих потерь, убытков. Убытки вам не для того, чтобы вы отчаялись и ушли с рынка. Они вам для того, чтобы вы учились. Для того, чтобы вы не повторяли ошибок. И не рискуйте в одной сделке всеми своими деньгами. Никогда не закладывайте больше, чем 10%. Даже больше, чем 3%. Тоже не рискуйте. Вот я, например, самый лучший трейдер в мире. У меня 250 тысяч подписчиков по всем соцсетям. И я никогда не рискую более, чем 10%. Никогда не рискую. Даже если я вот Теслу, например, покупал. Я не рисковал более, чем 10%. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.